Начало во все времена было очень трудным промыслом, а сейчас особенно, когда победившая темная сила пытается, используя весь свой потенциал, окончательно уничтожить даже самые несмелые начинания людей духа, понимая, что бал-то в любом случае последний. Все, что запущено тьмой в плотном плане, направлено на закрепление победы сил сдерживания, и поэтому сами люди сил света сегодня не только не в чести, но еще и подвергаются сильнейшему прессингу не только в плотном, но и на тонком плане, проявляющемуся в попытках заставить их отказаться от Творца. А я ведь предупреждал о том, что наступят такие времена, когда люди, уже приняв самостоятельное решение быть рядом с Творцом, неожиданно будут оступаться, разваливая или разрушая то, что создавалось так долго и с таким трудом. Я даже не говорю о своем движении, которое сегодня находится под прицелом тьмы. Я говорю о маленьком человеке веры, который, как ему показалось, приняв твердое и окончательное решение быть с Богом, однако вдруг увидел в кривом зеркале то, чего не может быть на самом деле, ибо он увидел в своем сознании темную изнанку самого себя. Испытания или экзамены, которые, казалось бы, неожиданно свалились на головы людей веры, являются совсем не случайными и, естественно, вовсе не неожиданными, ибо пространство ускоренно наполняется высокими вибрациями Первотворца, вытесняя, а значит, очищая сознание людей, которые еще продолжают жить и мыслить категориями плотного плана. Подумайте сами, люди так крепко привязались или, как вы говорите, заикорились в пространстве низких вибраций, что собственное и самостоятельное мышление стали воспринимать как опасное вольнодумство, путая при этом и в который раз представление тонкого плана с теперь уже безвозвратно уходящими помыслами плотного плана. Я понимаю, как трудно, а зачастую практически невозможно. В одночасье отказаться от видения мира глазами человека низких вибраций, который даже во сне не может представить себе картину нового мира, мира высоких вибраций монат Творца. Поэтому, слушая мои слова, он продолжает не слышать их, ибо пугается собственного свободного мышления, а значит проявления свободного промысла. Россия в большинстве своем в очередной раз не смогла освоиться с предлагаемой мной возможностью свободного мышления человека, который принял для себя, что только сам первотворец и никто из людей может управлять страной, основу которой составляют русские или славяне арии. Но как быть человеку, поднимающемуся с колен духовного рабства? Как поверить ему и навсегда, что он тоже Бог, несущий в себе частицу начала-начал, когда многовековой опыт инкарнации подсказывает ему, что всегда находится тот из людей, кто без всяких на то оснований присваивает себе право владеть информацией о Боге и право управлять сознанием себе подобных. Конечно, необходимо приложить титанические усилия для того, чтобы вырвать самого себя из искривленных представлений плотного плана, а самое главное – преодолеть чувство страха и почувствовать, что все слова Творца не могут быть только сном, и промысел Творца остается за кадром человеческой жизни в плотном плане. Даже понимание и принятие того, что божественное пространство состоит из бесконечного множества встречных волновых потоков энергии и информации, человек никак не распространяет на плотный план, точнее не распространяет на свою собственную жизнь, тем самым выводя самого себя как бы за скобки тех исторических преображений пространства, которые уже частично наблюдаются, но самое главное – которых очень скоро следует ожидать. Воистину, гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому, как показали недавние выборы, Россия, несмотря на свою богоизбранность, сама по собственной инициативе сползает в лото духовного регресса или духовной инволюции, стесняясь называть себя страной русских или, как я вам объяснял, страной славян-ариев. Поверьте мне, люди не должны забывать свои исторические корни, ибо их проявление в этом народе или на этой территории совсем не случайность, а мой промысел. Это я собрал русский народ из тех представителей человечества, которые в своих предыдущих инкарнациях проявили стойкость духа и способность самостоятельно определять свою судьбу, руководствуясь только посылами своего высшего «я», а значит своей внутренней установкой или посылом на сонастройку, пусть даже интуитивную, с первотворцом. Так почему же я назвал 5 марта днем рождения новой России, а если быть совсем точным – днем рождения русского народа, народа, поводыря человечества? Да потому, что свежий ветер вольнодумства уже окончательно проник в коллективное сознание этого народа, и теперь искоренить его или загнать в рамки человеческой регулярности просто невозможно. Самое интересное то, что даже те люди, которых загнали во тьму обманом или посылами мамоны, глубоко в душе поняли – наступила тьма, но победа ее будет недолгой, ибо жить во лжи и духовном рабстве уже просто невозможно, не говоря о том, что все это есть противостояние первотворцу. Я надеюсь, что люди помнят, что я принял решение взять на земле власть в свои руки, и теперь сознание людей находится под моим постоянным контролем. Но контролируя сознание людей, я тем не менее сохранил за ними право свободной воли, а значит право совершать роковые для их судеб ошибки. То, что некоторым людям показалось, что ничего не происходит и мир никак не изменяется, есть самое глубокое заблуждение и типичное проявление неверия, потому что плотный план для меня уже прошлое, или уходящее прошлое. И, соответственно, игры людей в демократию и свободные выборы президента страны – тоже уходящее прошлое, за которое так упорно держатся те, кто не слышит Бога, и для кого Бог есть прежде всего религиозные догмы и обряды. Поверьте мне, все, конечно, от Бога, от меня, но человеческая глупость и неверие, а уж тем более духовное предательство, совсем не от меня, а от дарованного людям право свободной воли, которая на поверку оказывается духовной инволюцией, граничащей с предательством и переходом людей в стан тьмы и мамоны. Я ведь говорил много раз о том, что первотворец есть совершенство, и совершенство, в свою очередь, просто не может сотворить несовершенство. Творец, создавая людей, творил свое подобие, как подобие совершенства. И если люди несовершенны, то только от того, что никак не могут найти свое место в вечности, меняя свет на тьму и постоянно путая понятие добра и зла. Я не ругаю людей за то, что в дуальном мире и при дуальности сознания принятие исторического решения дается очень тяжело, порой ценой человеческой жизни проявленного плана. Но от выбора своей судьбы, а значит от выбора между светом и тьмой, им никуда не уйти. Выбор может быть сделан, следуя несиюминутным порывам сознания духовного раба, оповинуясь посылам свободного человека, пытающегося увидеть свое завтра, связывая его только с первотворцом и собственным самосовершенствованием. Я все же разглядел на улицах России людей, которые смогли, поднявшись духовно, увидеть свое завтра, причем свое завтра в сонастройке с первотворцом. Я увидел совсем не два процента, так необходимые мне для успешного завершения вселенской программы преображения пространства. Я увидел поросль новой России, которую можно смело назвать началом начал всего человечества, начало нового сознания сотворцов. Повторяю, пусть для кого-то ничего не изменилось, и даже показалось, что победу одержали темные силы, но я говорил, что они действительно победили в последний раз, и эта победа выльется для них поражением, начало которого я, наконец, почувствовал. Очень важно, что Россия пробудилась, а значит, осталась на улицах, но самое главное стало духовно свободной, и несмотря на то, что человеческая регулярность, не от Бога, празднует свою последнюю, пирровую победу, ей уже следует готовить погребальный салон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова